всем салют сейчас я сделаю видео для новичков которые только начинают играть или недавно пришли в нашу игру да чтобы они не совершали ошибки которые совершали мы на старте игры я сделаю серию видео для них поэтому опытным игрокам чтобы не тратить время можно на этом закончить просмотр предупреждаю сразу чтобы потом не говорили нехорошие слова про меня вот а тем кто недавно начал пришел проект и кому кто не разобрался еще с игрой я думаю эти видео будут полезны я сделаю сейчас вводное видео следующие видео будут более конкретные касаться там определенных прокачек и развитий замка и персонажа вот начну с выбора сервера да то есть многие попадают на разные сервера не могут понять на каком лучше начать как лучше некоторым пишем которые даже к нам попадают новички да им говорят не нужно оставаться люди не верят играют тратить время 2-3 месяца бросают игру так как догнать на старом сервере невозможно игроков без значительного вливания денег поэтому стоит смотреть самый свежий сервер и переходить на него у вас есть определенное время и вас есть телепорт благодаря которому можно перейти с любого сервера где вы начали играть на самый последний сервер который запустился сама позже чтобы я всем рекомендовал сделать тогда вы получите удовольствие от игры вы не будете все время всех догонять и будете развиваться приблизительно в одинаковых равных условиях с другими игроками это что касается выбора сервера дальше если вы все-таки остались играть определились сервером вам нужно будет определиться с героем ну на начальной стадии это не так важно можно попробовать одного второго до который вам будут даваться герои попробовать разные варианты сборок посмотреть и рекомендовал бы разные видео по гайды по героям их много у разных ютуберов они принципе все неплохие и дадут вам возможность выбрать того герой который вам нравится теми войсками которые вам будут интересны в дальнейшем да то есть чтобы увидеть куда идти и настроить себе маршрут изначально на ранней стадии не не столь важно какими будете играть героями тут будут решать другие вещи даст то скорость прокачки и тому подобные вот поэтому выбирайте пробуйте смотрите определяйтесь да то есть какие вам нужны больше нравятся войска физические или магические соответственно герои подбирайте также есть у нас герои такие как панда друид это баланса героя лицарь феникса да как бы у них все сбалансировано можно пробовать и теми и теми есть герои которые больше предназначены типа варвара для магов а для физ юнитов и там маг ордена розы этого конкретно играть магическими войсками также есть в игре донатные герои так их называют и герои которые можно получить только в определенных ивенте геройском и без вложения денег сразу не получится брать это нужно будет три а то четыре ивента поэтому их не спешим можно прокачать обычного героя как можно больше сильнее и впоследствии собрать фрагменты замены героя по понедельникам за 1 доллар можно покупать этот фрагмент и со временем собрать и когда вы получите уже прокаченного своего героя и нового донатного героя можно просто их поменять местами полностью все перекинул но это в будущем это есть видео по этому теме если вам будет интересно и нужно потом посмотрите вот поэтому с героем определяетесь и не спешите не расстраивайтесь если вдруг у вас что-то не получится да то есть всегда можно заменить героя это не проблема у нас есть у барыги вот замена героя покупаете свиток замены героя можно поменять да то есть вы качали в камеру варвара вам не понравился вы решили перейти на магом взяли и с этим свитком поменяли на мага на донатного героя этот свиток не работает на донатного только свиток замены героя который тоже покупается только за деньги к сожалению и донатный герой должен быть у вас наличие при этом нужен свиток и герой тогда можно поменять вот что касается героев так кратко дальше что какие приоритеты вас будут по развитию в первую очередь вас будут дома монстров ходить где вы получаете руны для прокачки героев и также бить монстров явно начальных стадий успy дальше настоятельно рекомендуем как можно больше бить мобом и меньше ходить на дома дома можно впоследствии когда вы прокачаетесь большеhält вам за двадцатой уровень уже тогда уже можно больше акцентировать походы на даме и догнать рунами прокачая героя на начальной стадии конечно очень важно ходить именно бить как можно больше монстров чтобы получать из них ускоры на строительство на лечение, на найм там все виды ускоров падают потом там падают материалы как на для снаряжения лорда, так и для снаряжения героя, что даст вам возможность одевать ваших героев в снаряжение, да, то есть вот в одежду ковать их в кузнице и соответственно одевать повышать звезды, уровень звездности героя, повышать прокачку и ваш герой будет становиться сильнее и дает вам возможность сражаться с соперниками гораздо эффективнее также это позволит вам бить мобов более высокого уровня что ускорит вашу прокачку вот так что очень настоятельно рекомендую бить именно мобов, а на дома ходить как можно более высоком уровне, потому что там будет труд больше сыпаться и соответственно потом вы быстрее догонитесь и чуть даже просядет по начальной стадии также нужно стараться растить ратушу как можно быстрее, некоторые игроки делают там все постройки выгоняют там до ну по уровню ратуши там 10 уровня все до 10, потом 11 и все так и так дальше это неправильно строим исключительно те здания которые нужны для того чтобы получить следующий левел ратуши и так постоянно и так максимально быстро гоним это дает нам возможность прокачки наших войск на новый уровень да то есть у нас войска там с первого качается по 10 уровень сейчас раньше до 8 да но ратуши они поднимаются до 8 уровня соответственно чем выше у вас уровень ратуши тем выше возможность прокачать уровень войск соответственно если вы будете опережать ваших соперников в этом показателе вы будете обладать очень высоким преимуществом поэтому ратушу как можно быстрее растим да то есть грабим замки соседей если у вас на сервере мир ну на начальной стадии игры мира принципе не бывает обычно да ну или по крайней мере по выходным стараемся награбить как можно больше ресурсов и строить здание и растить вашу ратушу она будет давать вам бонус соответственно и позволит вам и героев прокачивать более высокого уровня и повышать ему звезды также у нас есть сейчас в игре появились разные алтари у меня сейчас еще не открыты да на 13 уровне и на 17 открывается здесь сердце здесь мы будем прокачивать нашу физ атаку маг атаку физ защиту маг защиту ну многие уже наверное знают видели есть видео посмотреть как только открывается начинаем сразу качать не нужно копить камни и ждать когда там откроются нижние статы на более высоких уровнях качайте сразу это даст вам возможность более ровно скачать вас будет в начальной прокачаны и мы вначале тоже ждали думали сейчас откроется и будем качать там лидерку и тому подобные вещи а в итоге оказалось что зря это делали поэтому не сильно не ждем качаем с самого начала по сердцу по этому эларе да то есть здесь короче прокачка именно юнитов по прокачке юнитов я скорее всего сделал отдельное видео чтобы было более наглядно понятно да то есть так не буду объяснять то есть но стараемся тоже дойти до 17 уровня и начать прокачивать юнитов но тут не спешим то есть здесь лучше прокачивать юнитов с прицелом на наперед не те которые там сейчас вы воюете там какими-то гномами или там эльфами нет лучше уже качать там если вы выберете прокачку по темным коням через темных или если вы магами будете играть сразу качать именно юнитов б-ранга прокачивать это будет долго и соответственно потом когда вы дойдете до них и сможете уже их применять они будут у вас очень сильными на 22 уровне вы сможете спуститься в пустошь да то есть стремимся тоже как можно быстрее дойти до 22 уровня чтобы пойти в пустошь и начать там прокачку тоже наших войск очень интересное место где можно и повоевать где можно прокачать наши войска стремимся как можно быстрее развивать ратушу чтобы получать вот открывать новые прокачки и соответственно не отставать от наших оппонентов также у нас есть нужен это давно появилась у нас есть прекрасные дамы да то есть их тоже нужно качать как можно быстрее и это очень важный аспект в игре они дают очень много бонусов и у каждой свои есть приколы то есть по девушкам общее такое короткое видео не получше сделать просто я вам сразу здесь скажу что их нужно качать и стараться добывать для того чтобы их открыть нужно крутить золотого дракона злого дракона по выходным для этого нужно собирать зубы и соответственно это или бить дракона который появляется на карте три раза в неделю также у нас появляется вот здесь в сундуке если вы в хорошем союзе и вас много игроков он там периодически собирается тоже дает нам зубы дракона также можно выполнять секретный приказ на начальных стадиях это не сложно там всего одну покупку любую совершить любой пакет самый дешевый покупаете или тот который вам нужен интересен да в этот момент в среду и соответственно закрываете все этапы получаете 100 зубов копите и крутите дракона дракон крутится 1821 фрагмент нужно чтобы полный прокрут сделать соответственно я бы рекомендовал тоже раньше не крутить собрали крутнули если вы выпадет на повезет вам раньше там 35 крутков ну подкопите и следующая неделя еще раз крутнете и советую получать именно всех девушек до которые вот нам у вас есть в списке потому что каждый из них дает без прокачки какие-то определенные бонус по 8 процентов вот маг защиты физ защиты и так у каждой какую не ткни то есть каждая что-то дает это тоже будет вам полезно с ними нужно будет играть на перске и соответственно получили девушку да проиграли в наперске это тоже занимает довольно длительное время к этому моменту может следующие собрали смогли прокрутить дракона и так далее собирайте полный набор потом прокачивать их там по очереди или же ту конкретно которая вам будет нужна тут отдельно нужно видео делать у меня сейчас не буду тратить время также у нас есть академка которая должна работать постоянно исследованию академки да нужно собирать труду по карте да стараться максимально нон-стопом это собираете и не прекращает наверно до конца игры она нужна потому что академку все время улучшает что-то добавляют что-то вводят и вот уже когда собрали все добрали опять что-то ввели и руды вечно не хватает особенно там где воюет нет возможности спокойно собирать то еще сложнее с этим поэтому руду максимально везде добываем собираем и академка не должна прекращать свою работу прокачиваем ее по максимуму чтобы она дает тоже очень большие бонусы как для ведения военных действий так же для просто развития академку не забываем еще у нас ну как бы в одежде да по одежде сделать отдельное видео есть гемы в нее можно вставлять тоже собираем камни не спешим их тратить складывать скрещивать да то есть есть видео поищите на канале как собирать камни какие нужны какие не нужны если нет то может попозже тоже сделаю еще и по камням видео также у нас в игре есть питомцы здесь тоже не спешим питомцев у нас тоже много стараемся получить золотого питомца посмотрите видео по этим зверям да то есть нам практически на каждого есть какой какому герою подходит тоже там рассказывается выбираем понравившийся себе есть донатный есть не обычный да который проще получить проще прокачать соответственно для того чтобы прокачивать питомцев нужно стараться выполнять задания все максимальные да вот здесь и доходить до 130 уровня это нужно во первых для задания воспитания воина здесь да и во вторых чтобы получать вот нас сейчас здесь дают редкий фрагмент зверя да фиолетовый если вы дойдете до 10 уровня в активности вам будут давать каждый день золотой фрагмент тоже дает такое подспорье про прокачки легендарных питомцев поэтому сейчас в игре очень много разных направлений аспектов что нужно качать где нужно качать нужно если вам интересно смотреть видео не только здесь не на этом канале вот есть еще блогеры которые делали очень хорошие качественные видео рассказывают там все подробно поэтому не останавливаемся смотрим думаем составляем план и по нему работаем на этом все всем спасибо